Так, друзья, мы с вами снова вместе. К сожалению, нас меньше, чем хотелось бы. Но существует такая вещь, как Яндекс, который играет много положительную роль в нашей стране, в нашей жизни, и отрицательную тоже. Что касается садоводства, это такая страшная вещь. Каждый взялся, надергав всякой херни, популяризировать уход за садом. 99% сокращает жизнь деревьев, они болеют, их лечат, люди разоряются, люди тратят огромные силы. А по стране миллиарды рублей, все это бессмысленно, бесконечно. Я об этом с вами говорил десятки раз, тот, кто меня знает, я Железа Валерия Константиновича. Мы на моем сайте, прежде чем начнем новую большую серию, наверное, большую, я вам сейчас покажу, что я имею в виду. Вот это вот мой сайт, так, вот, я всегда говорю, что у тебя под язык болидов, и вы увидите удивительный мир, удивительнейший мир. Так, я сейчас поправлю, вот так, наверное, вот, сибирского сада, которого аналогов нет, не в России, и посмотрите на эту роскошь. Вот, вот, даже на всей планете. Это один из сотен, одна из сотен фотографий. Вот. Дальше не буду, найдете мой сайт, садовода Железова, три слова в Яндексе, который я сейчас наругал, три слова, и вы, оказывается, здесь можно в гугле, вы, оказывается, на сайте. Но наше дело сегодня совсем другое. Да, советы страшные, смертельные, ими забит этот самый Яндекс. А часть проблемы я вам сейчас объясню. Это будет мое новое секретное оружие, которое станет сейчас секретом всего света. Итак, я вас научу, как отличать фальшивые питомники от настоящих. Причем настоящих практически не осталось. Их единицы, фальшивых сотни. Еще появились сотни интернет-магазинов, куда заводят большие-большие партии саженцев, и где они медленно умирают в ожидании, когда их выкупят. Вот, итак, мы сейчас будем искать рекламу, открывать, и я буду комментировать и учить вас. Я Железов, автор, именно автор, одной из лучших садов на планете. Вот, ну, мы уже там побывали только-только мериком. Итак, первое, это они всегда, поэтому я даже не знаю, что будет, когда я открою. Я открывал несколько месяцев назад. Первый попальше, заметьте, вводим все подряд и, может быть, много дней. Поехали. Уральский дачник. Смотрим. Ага, ну, что я вижу? Я вижу, что абрикосы из интернета. Не абрикосы, а это фотографии, взятые из интернета. Вот, какой возьмем, вот этот, например. Как я делаю? Крупный план. Найти изображение в Яндексе. Смотрим. Если 1, 2, значит, это их. Ага. Ага, ага. Все ясно. Значит, фотографии из интернета. Почему здесь десятки? Я вам-таки покажу. И дальше будут даже сотни претендующих на эту фотографию. Ну, это еще ладно. Давайте посмотрим, какое-нибудь другое. Надо выбрать самый эффектный. Ну, какой он может быть эффектный? Ну, давайте самый первый. Что гадать-то? Найти изображение в Яндексе. Ну, в общем, понятно, да? Я, оказывается, неправильно настроил. Вы не видели этого. Давайте сначала. Зато первый, извиняюсь, если там не было видно. Давайте так возвращаюсь. Может быть, я попрошу оценить. Да ладно, пусть будет как будет. Ошибки бывают. Итак, я нажал на самый первый. Нажал сюда. И нажал найти изображение в Яндексе. Вот теперь его будет видно. Вот они, видите? Вот, причем они еще делают... Потом я познакомлюсь с такими махинациями, что их еще немножко меняют так, чтобы их было не узнать и невозможно разоблачить. Посмотрите, сколько, сколько, какое количество этих интернет-магазинов и питомников присвоили себе право называть якобы хозяева. Якобы сняты в их саду. Так вот, у всех у них... Видели, что творится? У всех у них нет садов. Вот, об этом я и говорю. Ой, страшно смотреть. Страшно. Ну, посмотрим еще на что-нибудь. С абрикосом разобрались. Абрикосов у них, у уральского дачника своих, у своего сада нет. Все из интернета. А вот это груша. Я сразу показываю, показывал много раз, еще раз. Посмотрите на самый первый фотограф. Вот она. Вот, видите? Здесь отрезан штамп дерева. То есть, вот оно, самое дерево здесь. Оно находится. Видите? Вот это. Следите за моим курсором. Да? И создается впечатление, что это растет обыкновенное, небольшое дерево. Там метр-полтора и увешано грушами. Это бронье. Эта ветка свисает с обычной самой груши. Теперь посмотрим, сколько их найти изображений в Яндексе. Видите, я нажимаю. А теперь приготовьтесь. Она очень эффектная, поэтому к ней отношение такое. Смотрите. Видели, что делается? Вот. Почему? Сейчас я вам объясню, когда закончу. Вы видите, что делается? Вы это видите? Вы это видите? Сколько вранья. Сколько вранья. Сколько вранья. Сколько вранья. Даже я сейчас удивился. Сколько вранья. Ёлки, вот он рекордсмен-то, а я хвастался, что Мэй самый рекордсменный. Ёлки, да что же это делается-то? Вы что, охерели? Да что же это такое, я... Да как дец-то будет когда-то? Сколько же вас мошенников-то, которые говорят, что это наше? А почему мошенников, сейчас скажу, вот дошел до конца, наверное, тут не одна сотня. Друзья мои, листаю обратно, открываю величайший секрет, один из величайших секретов садоводства. Вот это количество мошенников, мошенничество, слово я применяю, потому что, внимание, коловидный груш в природе не существует ни одной. Поняли? Ни одной. А вот теперь в райский дачник. Смотреть в глаза. Вот, у вас есть, вот посмотрите вверху, оплата, доставка, есть телефон, вот он. Пожалуйста, позвоните и спросите, скажите, я вас еще буду учить маленько. Первый вопрос так, это ваша фотография? Коловидные груши? Пусть для начала соврут, что их нет. Вот, самые умные, хитрые, они говорят, ну да, это нет у нас саденца. Ну, мы купили в углу, ну, в общем, понятно, да. Смотрите, что они делают. Не существующая груша еще и имеет, оказывается, характеристики. Представляете, сколько было это с этого, как бы назвать это, из пальца высосано, с неба. Вот. И помощь вам окажут, и контакты, вот они. Представляете? А еще, ладно, не буду отвлекаться на редисы, на прочие цветы. Поняли, да? Дальше продолжать. Вот это вот, наверняка, вас обманут. Вот. На всякий случай еще, захотите все-таки у них купить саденцы. Задайте вопросы. Первый я уже сказал. Речь идет о том, есть это их фотография или нет. Вот. Дерево, в котором сделана фотография, можно посмотреть крупный план. Потому что второй секрет. Я специально вас это интригую. Обратите внимание, вот тут внизу штамба нет. То есть это ветка. Ну, ясно, ветка. У меня таких полным-полно. Я потом... Да, вы уже, наверное, многие из вас видели. Да, на моем сайте там сотни фотографий. Вот. Причем многие из них такие же эффектные. Здесь подразумевается, а многие так делают. Многие. Ну, давайте еще раз. Здесь, естественно, отрезали, специально отрезали. Сейчас покажу. Вот оно в Яндексе. Два хитрых момента. Специально подолгу говорю. Смотрите, вот здесь вот не отрезали. Видите, вот он штамп. И второе, видите, здесь нет. Штамба вот тут, по идее, подразумевается. Делают еще сильнее, обрезают. Вы же догадались. Уральский датчик вот тут отрезал. Чтобы вы не видели, что это ветка. А не саженец, облепленный грушами. И второе. На многих этих еще подрезают. Зарезают. Внимание. Вот. А, это, смотрите, это я вот это, да, нажимал. Так, похоже. А еще вот это, а еще вот это, а еще вот это. Это все оно же, оно же. Оно же, оно же. Это их еще сотни. Вот это вранье на одном удачном саженце. Вернее, на одной неудачной для них и неудачной для наших советских людей. Я так, почему я называю нас вами советские? Да мы люди старшего поколения. Последний магикан, кто пытается еще что-то вырастить. А нас так подло подставляют. Видите, здесь есть штамп, а вот здесь уже нет. Еще я покажу, где, ну, допустим, вот это откроем, да. Видите, здесь, наоборот, ума хватило вот тут, ниже отрезать. Пусть думают, что это растет себе саженец. Зато не отрезали штамп. И, в общем, варианты. Самое умное, если не будем времени, отрезают здесь и здесь, вниз и справа. И получается якобы саженец. Вот так вот обманывают. Повторяю, ни одной груши на свете не существует. Вот. Вот еще можем пройтись по сливам. Так. Вот они какие красивые. Вот. И тут есть один нюанс. Вот смотрите, внимание. Почему я еще, я всегда говорю, я воюю не совсем. Им нужно кушать. Они покупают у южан. Все это погибает, замерзает. Но в Урале ничего этого нет, вот этой всей красоты. Нету. Вот. А почему я напал на нее? Потому что я уже знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...